Мусор у нас собирается в три контейнера. В зеленый, синий и желтый. Синий это контейнер под картон, зеленый под стекло, желтый это под сырье, которое подлежит вторичной переработке. То есть это железо, это алюминий, это пластик. Изначально приезжая к нам, мусоровоз вываливает все это в общую кучу. Оттуда выбирается сначала крупный картон, потом далее подается весь мусор уже по конвейеру. Порядка 17 фракций отбирается у нас на длине. После того, как мусор отсортируют у нас здесь, он уже уходит непосредственно к переработчику. Переработчики его досортировывают и отправляют уже на саму переработку. Месяц у нас на заводе отсортировывается порядка 60 тонн полезной фракции. То есть туда входит пластик, железо. То есть полезная фракция у нас порядка 60 тонн. Это не считая еще отсортированного отдельно стекла. То есть стекла еще плюсом приблизительно 50-70 тонн. Ничего автоматизированного у нас нету, то есть все это делается вручную. После того, когда мусор у нас отсортировался, он уже идет в дальнейшем на опрессовку. Все он прессуется уже в брикеты. Это переработчик принимает вот только в брикетах, то есть впрессованных. Из контейнеров раздельного сбора у нас в день проходит приблизительно 180 кубов в день. Надо, чтобы просто народ подходил более к этому, так сказать, ответственно, чтобы в контейнера для раздельного сбора кидалось только то, что идет на переработку. В контейнерах много попадает того, что не перерабатывается. И раздельным сбором заниматься надо, то есть это помогает, так сказать, чистоте природы.